Здравствуйте, уважаемые студенты! Продолжаем лекцию по дисциплине «Технология применения строительных дорожных машин», входящая в модуль «Основы транспортной техники» для студентов образовательной программы «Транспорт, транспортная техника и технологии». Лектор, старший преподаватель кафедры «Транспортная техника и логистические системы» доктор Пичди Джузбека Жанара Жумашина. Сегодня мы рассмотрим монтаж специальных сооружений. По плану лекции рассмотрим классификацию методов монтажа, способы монтажа конструкции и машинных механизмов при монтажных работах. В развитии монтажных работ как ведущего строительного процесса значительную роль играет применение эффективных строительных материалов и конструкций. Также совершенствование монтажных машин, механизмов, дальнейший рост комплексной механизации и автоматизации работ. Наиболее эффективными, позволяющими совершенствовать производство монтажных работ, являются легкие металлические конструкции, сборные железобетонные оболочки, вантовые мембранные конструкции, конструкции из трубчатых элементов, конструкции покрытий из алюминиевых сплавов. Основным направлением дальнейшей индустриализации строительства является повышение класса точности изготавливаемых строительных конструкций и деталей, выпуск их с большей степенью готовности, укропнение в рациональных пределах конструкции и части изданий с одновременным уменьшением их массы, также использование при монтаже более совершенных средств механизации, а в последующем средств автоматизации монтажных работ. То есть индустриализация и комплексная механизация строительства коренным образом изменила характер строительного процесса и технологию выполнения строительно-монтажных работ. Оснащение строительной площадки мощными подъемными средствами позволяет менять крупные конструкции, заводское изготовление, монтировать технологическое оборудование в собранном виде. Уровень комплексной механизации на работах по монтажу строительных конструкций на сегодняшний момент достиг 98%. Механизация работ способствует сокращению сроков строительства, обеспечивает экономию живого труда, улучшаяся условия труда, также продает процессу строительного производства динамичный характер. В настоящее время разрабатываются методы монтажа зданий и сооружений, которые имеют большую высоту с широким использованием в качестве подъемных транспортных средств, мощных вертолетов и дирижаблей. Транспортный процесс включает операции по доставке, приемке, разгрузке, раскладке или складированию конструкций их элементов и деталей. Помимо этого, также вспомогательных материалов и креплений. При этом перевозка строительных конструкций в зависимости от принятого метода монтажных работ может быть организована с доставкой или зоной веси монтажных планов на монтажную площадку или же на приобъектный склад или на крупный метод. Монтаж конструкций – это индустриальный комплексный процесс механизированной сборки зданий и сооружений из готовых конструкций или их элементов заводского изготовления. Монтаж конструкций является комплексным процессом, состоящим из простых процессов и операций, которые, в свою очередь, подразделяются на три группы. Транспортные процессы – это транспортные процессы, подготовительные и собственные монтажные процессы. Транспортный процесс включает операции по доставке, приемке, разгрузке, а также раскладке или складированию конструкций, их элементах и деталей, вспомогательных материалов и креплений. При этом перевозка строительных конструкций в зависимости от принятого метода монтажных работ может быть организован с доставкой и в зону действия монтажных кранов, то есть доставляется на монтажную площадку, на приобъектный склад или на площадку укрупнительной сборки. Доставка конструкций в зону монтажа по складам или площадок укрупнительной сборки также относятся к транспортным процессам. Следующий процесс – это подготовительный процесс, который включает операции по проверке геометрических размеров и качества конструкции, а также оснований, на которые они должны быть установлены. Укреплению и усилению конструкции, подготовке конструкции к подъему, навеске и закреплению под мостей, лестниц, установке, приспособлению для выверки и временного закрепления конструкции. Монтажный процесс состоит из следующих операций – это строповка, подъем, установка на место, выверка и временное закрепление конструкции, антикоррозионные защиты от закладных деталей, стыков или отдельных элементов конструкции. Также монтажный процесс входит в окончательные закрепления конструкции в проектное положение. Экономическое и наиболее оптимальное решение монтажного процесса закладывается на стадии проектирования конструкции, основной задачей которой является обеспечение монтажной технологичностью. То есть под монтажной технологичностью следует понимать степень приспособленности данной конструкции, здания или сооружения к монтажу с минимальными затратами труда, средств и временем. При этом основными принципами монтажной технологичности являются это возможность национального укрепления конструкции, относительная равновесность монтажных элементов, высокая заводская готовность и точность изготовления. Просмотрим классификацию методов монтажа. Методы монтажа в зависимости от ограничений, накладываемых на операцию подъема, можно разделить на выполняемые с применением свободного и принудительного подъема. Среди них выделяются группы и подгруппы, обуславливаемые общими организационно-технологическими особенностями и свойствами. К числу таких особенностей относят первое, это направление развития монтажного процесса или перемещение конструкции. В зависимости от направления, они бывают вертикальное направление, горизонтальное, радиальное и комбинированное направление развития монтажного процесса. По типу конструкции, они бывают плоские и пространственные. Также к числу таких особенностей относят количество плоских или пространственных конструкций, располагаемых на одной вертикали. Также приемы осуществления подъема или перемещения конструкции, характер расположения монтажных средств или их рабочих органов по отношению к монтированной конструкции. И относятся также непрерывность протекания операции подъема или перемещения. В общей классификации методов монтажа шесть основных групп, из которых две характеризуются свободным подъемом и четыре предназначения. Особую группу составляют комбинированные методы монтажа, объединяющие два или больше три знака, рассмотренных в классификации групп. Учитывая, что таких методов может быть множество, они в классификации не приводятся. Технологический процесс монтажа строительных конструкций чаще всего осуществляется несколькими методами. Их число зависит от конструктивных особенностей объекта, высотных или весовых характеристик, местных условий и т.п. Среди них можно всегда выделить основной, который определит общую стратегию выполнения монтажного процесса. На данном слайде показаны схемы методов монтажа строительных конструкций. Основной метод монтажа – это поэлементный метод. Это возведение зданий и сооружений из конструкции, изготовленных целиком или собранных из отдельных деталей того подъема. Таким методом устанавливают колонны, балки, фермы, стеновые панели. Поэлементно отдельными деталями монтируют конструкции, лишь в тех случаях, когда нельзя поднять их целиком. В промышленном строительстве широко применяют метод монтажа блоками, то есть крупноблочный метод. Этот метод применяют, когда за один подъем устанавливают несколько конструкций, например, две фермы вместе с уложенными на них плитами кровельного покрытия. Степень укропнения конструкции в блоке зависит от грузоподъемности монтажных машин и объема блочного монтажа. В зависимости от последовательности установки конструкции различают методы монтажа, такие как раздельные, дифференцированные и комплексные методы. При раздельном методе сначала в пределах здания или его части устанавливают конструкции одного вида, затем другого. Например, сначала устанавливают колонны, затем под крановые балки, стропильные плиты, то есть стропильные фермы или балки покрытия, то есть конструкции кровли и стен. При раздельном методе, хотя и задерживается сдача смонтированных конструкций подсмежной работы, однако упрощается организация работ и можно вполне использовать возможности кранов. При возведении одноэтажных зданий применяют смешанный метод монтажа, который является разновидностью раздельного метода. Суть смешанного метода состоит в том, что монтаж колонн выделяется самостоятельный поток, а после установки их монтируют вторым потоком, то есть комплексно. Остальные конструкции это фермы, плиты, покрытия и так далее. При комплексном методе сначала схема показана на рисунке G, при комплексном методе монтаж ведут ячейками, то есть сначала собирает одну ячейку здания с установкой в проектное положение всех элементов, то есть колонок, балок, фермы, покрытия и так далее. При комплексном методе показан на рисунке G, монтаж ведут ячейками, то есть сначала собирают одну ячейку здания с установкой их в проектное положение, то есть с элементами проектное положение всех ее элементов, это колонн, балок, ферм, покрытия. Затем в такой же последовательности монтируют следующую ячейку и так далее. Этот метод позволяет смонтированной части здания раньше начать другие работы и сократить продолжительность строительства. Однако при этом методе сложнее выверять и закреплять конструкции и требуется монтажный кран, который способен поднимать конструкции ячейки на нужную необходимую высоту. Благодаря такому разделению работ на две очереди можно широко применять самоходные стреловые краны, которые при малой длине стрелы и меньшей высоте подъема имеют большую грузоподъемность, а при большой длине стрелы меньше грузоподъемность, но большой высоте подъема. Способы монтажа конструкции Способы монтажа конструкции в зависимости от вида сооружений и конструкции, применяя следующие способы монтажа. То есть подъемную установку отдельной конструкции проектное положение обычно осуществляют одни из следующих способов. Методом способов наращивания, подращивания, поворота, способом поворота, скольжением, вертикальным подъемом, надвижкой, с перемещением в пространстве. На данном слайде показаны способы монтажа конструкции. Способ наращивания – это последовательный монтаж элементов конструкции снизу вверх. Это традиционный метод возведения многоэтажа в здании. При наращивании монтаж идёт до определенных отметок монтажным краном, установленным на земле. Затем другим механизмом, установленным или закрепленным на смонтированной конструкции. Этот механизм последовательно перемещается по смонтированным конструкциям, по мере возведения башни и осуществляет по элементам монтажа. Метод способа подращивания заключается в том, что на земле сначала собирают самый верхний ярук сооружения и приподнимают его на отметку, несколько превышающую высоту нижележащего яруса. Нижележащий ярус собирают уже под поднятым ярусом или подают предварительно собранный и стыкуют его с верхней. Далее секция из двух ярусов приподнимается на отметку соответствующей высоте третьего яруса. Последующий, то есть третий ярус, также собирается на земле и аналогично монтируется в первом зоне. Так продолжается до возведения сооружения на всю высоту. Подъем он сейчас. с перемещением и установкой конструкции краном, то есть на весу монтируют большинство конструкций изданий, колонны, подкрановые балки, термы, стык, панели, покрытия и другие элементы, а также предварительно укрытненные блоки и конструкции, если их масса не превышает высотоподъемности монтажного крана. Способом надвижки устанавливают предварительно собраны крупные блоки части здания, например, блоки покрытий размером на ячейку зданий 12 на 24 метра, 24 на 24 метра или 24 на 30 метра. Нередко предварительно собранные конструкции технологических агрегатов. Способом поворота, показанном на схеме под рисунком В, поднимают проектное положение тяжелые колонны, трубы, опоры линий электропередач и многие другие конструкции мачтового типа. Для этого конструкцию собирают на месте установки таким образом, что опорная часть ее располагается непосредственно на заранее подготовленном конечном основании. За свободный конец конструкцию переводят из горизонтального положения в ячекальное, поворачивая вокруг точки опоры, нагрузки вокруг точки опоры, нагрузка на кран при таком монтаже вдвое меньше массы конструкции, так как половина ее приходит на постоянную опору. Данным способом поворота со скольжением монтируют тяжелые колонны. В этом случае краном при малом вылете стрелы приподнимают верхний конец конструкции, а нижний подтягивают к элементу лебедки. Для уменьшения силы трения под нижний конец конструкции подкладывают колонны. Это способы монтажа конструкции. Какие машины и механизмы используют при монтажных работах? То есть в комплексном процессе монтажно-строительных конструкций большую роль играют машины, которые практически используют для выполнения всех работ, составляющих монтажный процесс. В зависимости от выполняемых работ, машины подразделяют на монтажные, используемые для выполнения основных операций монтажа, подъема и установки конструкции в проектное положение. Используют и вспомогательные машины, также применяют вспомогательные машины и механизмы, используемые на подготовительных и вспомогательных работах, разгрузке, укрупнительной сборке, заделке стыков и так далее. В качестве грузоподъемных машин при производстве монтажных работ используются краны различных видов, а также подъемники и льдерки. На монтаже строительных конструкций применяют следующие виды кранов, это стиловые самоходные краны, башенные краны, козловые краны и специальные краны. К самоходным стреловым относятся пневмоколесные и гусеничные краны, автомобильные и тракторные. Стреловые самоходные краны благодаря своей мобильности и маневренности легко применяют на монтажных работах. Удельный вес их парки передвижных кранов достигает 82%. Стреловые самоходные краны выпускают грузоподъемностью от 5 до 250 тонн. Большинство пневмоколесных и гусеничных кранов оснащено оборудованием в виде вставок для увеличения длины стрелы, а также гусками, позволяющими увеличить вылет крюка при небольшом оконе стрелы. Автомобильные краны для увеличения длины стрелы снаджены с эстетическими стрелами. Это придает стреловым кранам универсальность, так как позволяет монтировать здания различной высоты, поднимать элементы различной массы при различных вылетах крюка. Оснащение их башнино-стреловым оборудованием позволяет значительно расширить область применения стреловых кранов. Такое оборудование позволяет применять краны на монтаже конструкции высоких и объемных зданий, осуществлять монтаж элементов через ранее смонтированные конструкции и вести монтаж, не заходя в монтированный пролёт зданий. Последние обстоятельства имеют отличительное значение при наличии в монтированном пролете ранее выполненных фундаментов под оборудование или других подъемных сооружений. Стреловые краны на гусеничном ходу широко применяют при монтаже конструкции промышленных и гражданских зданий. Особенно эффективны они при монтаже конструкции нулевого и надземного цифра, то есть, когда выполняют первый ярус многотажных сооружений под оборудование зданий. Гусеничные экраны, благодаря низкому удельному давлению на грунт, обладают высокой проходимостью по грунтовым площадкам и дорогам, а также обладают хорошей маневренностью. Развитый опорный контур в виде гусеничных пережек позволяет произвязаться в пределах монтажных фунд с грузом на свете, масса которого составляет до 80% наибольшей грузоподъемности и до 100% при основном стиле. При окончании работ на объекте и перевозке на новое место выполняют полную или частичную разборку крана. Степень разборки кранов при их перевозке зависит от способа и расстояния транспортировки, вида ходового оборудования, размеров и массы крана. На расстоянии до 10 км стиловые краны на высенечном ходу могут перемещаться по грунтовым дорогам с собственным ходом. На более отдаленные расстояния их перевозят на трейлерах с грузоподъемностью до 40 тонн и на железнодорожных трансформах с грузоподъемностью 60 тонн. Стиловые самоходные краны на пневмоколесном ходу стриловые самоходные краны на пневмоколесном ходу они мобильные грузоподъемности они выпускаются грузоподъемностью от 16 до 100 тонн применяют их в основном на монтаже фундаментов и конструкции промышленных и гражданских зданий а также при обслуживании складов, конструкций и площадок укруппительной сборки. Продолжительность и трудоемкость монтажно-демонтажных операций рабочего оборудования данных кранов, то есть пневмоколесных кранов зависит от его длины и наличия груза. В зависимости от расстояния краны транспортируются на буксире или до 50 км они ездят своим ходом. Стреловые автомобильные краны характеризуются высокой мобильностью при перебазировке то есть с одной строительной площадке на другую и высокой маневренностью при строительных и высокой маневренностью на строительных площадках при хороших дорожных условиях. Они выпускаются грузоподъемностью до 80 км. Телескопическая стрела может изменять свою длину с грузом на крючке, что позволяет монтировать элементы в труднодоступных местах, проносить их в среде ранее смонтированных конструкций. Недостатками автомобильных кранов являются невозможность управлять механизмом подъема и движения крана с одного рабочего места и необходимо в большинстве случаев вести работу при постановке крана на выносении опоры. Автомобильные краны применяют в основном на погрузочных различных работах и монтаже зданий небольшой высоты из элементов небольшой и элементов небольшой массы. Целесообразно применять их при рассредоточенном расположении объектов и сельском строительстве. Башинные краны являются распространенными социальной механизацией монтажных работ и вертикального транспорта строительства. Они составляют около 18% парка передвижных кранов. Выпускают башинные краны с грузоподъемностью до 25 тонн и высотой подъема крюка до 83 метров. И высотой подъема крюка до 83 метров. Машинные парки и башинные экраны представлены в основном с грузоподъемностью 5-10 тонн и высотой подъемом до 40 метров. По конструкции башинные экраны делятся на экраны с поворотной платформой и неповоротной башиной. По возможности перемещаться по фронту возводимого здания башинные экраны делятся на передвижные приставные стационарные и самоподъемные. В настоящее время имущество отдается кранам оснащенным балочным стрелом. Из 11 выпускаемых модификаций башних кранов 6 модификаций кранов имеют балочные стрелы. Объясняется это тем, что балочные стрелы за счет плавного перемещения монтируемых конструкций обеспечивают высокую точность наведения конструкций при производстве монтажных работ. подавляющие масштабы для возведения жилых и промышленных зданий используются башенные краны передвижные по рейсовым путям сковородной платформы. Такие краны сконструированы в так называемом мобильном исполнении, обеспечивающем относительно быстрое их результатирование. Разработаны универсальные башенные краны, которые до определенной высоты разработают как собой настоящие, а выше как исполнение. Представные башенные краны используются при монтаже конструкции на отметках выше 70 метров. они не перемещаются по фронту работ и опираются на раму, которая закрепляется на монолитном фундаменте. Представные краны перевозятся на объекты в разобранном на укрепленные узлы виде. Монтируют их с помощью автомобильных кранов и монтажной стоимости. также при монтажных работах используют козловые краны. Козловые краны чаще используют на погрузочных и складских работах, а также на площадках укруппительной сборки. используют при возведении одноэтажных промышленных зданий, в пролетах которых монтируется тяжелое технологическое оборудование. В гражданском строительстве такие краны применяют при монтаже здания из объемных элементов. Технические характеристики козловых кранов, используемых для монтажных работ, следующие. Высота подъема крюка от 18 метров, грузоподъемность составляет козловых кранов от 15 специальные краны используют для монтажа элементов конструкции некоторых сооружений. Например, высотные сооружения монтируют с помощью переставных кранов. Для монтажа радиомач башен применяют самоподъемные то есть положительные краны. Тяжелые конструкции поднимают проектное положение ленточными или стоечными подъемниками, оборудованными гидравлическими домкратами. В некоторых случаях на монтаже строительных конструкций используют специальные металлеты и краны. Перевозка сборных конструкций заводов-изготовителей может осуществляться всеми видами транспорта, то есть автомобилей, железнодорожным, водным и воздушным видами транспорта. Выбор того или иного варианта комплексной механизации доставки сборных конструкций зависит в конечном счете от конкретных условий и зависимости от расстояния наличия подъездных путей, взаиморасположения завода-изготовителя и строительных площадок. Для перевозки металлических конструкций чаще всего используется железнодорожный транспорт, а для железобетонных конструкций используют автомобильные гидравлические. воздушный транспорт обычно используются при труднодоступных и болотских местах. Мы с вами рассмотрели методы монтажа, рассмотрели способы монтажа конструкции и машинные механизмы используемые при монтажных работах. На данном слайде даны вопросы по лекции для СРС. Необходимо ответить на эти вопросы показанные на слайде для СРС. Для изучения сегодняшнего материала на данном слайде на список литературы.